Девушки отдыхают Ждем сигнала Даешь свисток Даешь начало Мы сотрудники газеты Не артисты, не поэты С мира занавес берем Всем покажем И споем Что в Марокко Все Марокко Что у нас сейчас под боком Как во Франции дела Как экскурсия прошла На Арбате что у нас Что в Италии сейчас Что в деревне И короче, обо всем ином и прочем Драгог труда грабить штыки Вставай в газетные полки Делай раз Делай два Делай три Физкульт, привет Без сомнений и страха Придет с работы, снимай рубаху Правила помни одно непременно Нет физкультуры без гиены Шапку лиха на бекрень Залбим люци гаркою Дела много целый день По бульвару шаркою В морду дать, пожалуйста Мы ребята ежики А пойди, пожалуйся Как за колеша множики Что нам рут, что нам рва Наплевать на все права Можем всех приятелей Ребята, прячемся Я же монства Трульнера И скажу вам смело Люблю глазками стрелять Не люблю лишь дело Завела я дневничок В нем пишу стихия Вот моя стихия Только станет лишь темно Страстно ждет в меня кино Мэри Пикфорд, Гарри Пиль Миг вскочил в автомобиль Им навстречу, как дикий кот Чица гарантной Сколько страсти и огоня Ох, держите вы меня Что мне школа забыл давно Дайте мне кино Помогите! Подайте, гражданочка Не за то, что пою За то, что не ворую Фи Помогите, ограбили! Делай раз Делай два Делай три Встретим ветер телом голым Панцирь наш, трусы одни За футболом Баскетболом Проводи почаще дни Если в кресле вам удобно Если сытно привыкли обедать Извольте выслушать подробно То, о чем хочу я вам поведать Ух ты, ночка моя, ночка Моя ночка черная Ты найди мне потемнее Потемнее уголок Я девчонка, я сиротка Беспризорная На ночлег не настреляла Я себе свой песточок Каждый вечер выхожу я На прогулочке В переулочке Да в закоулочке Как улягу с темной ночкой Я на землю голую Слезы рвутся и клокочут Клокочут из груди Работенку мне Работенку мне хоть самую Самую тяжелую Помогите, помогите Помогите вы найдете Делай раз Делай два Делай три Нету странички позорней Это пятно мы сокрем Давайте же мы беспризорных В колонии всех соберем От социальных последствий Чтобы оградить нам страну Против разрухи и бедствий Дружно объявим войну Нет пятна более страшного Более черного Эй, страна К десятилетию октября Ни одного беспризорного Товарищи Позвольте мне От вашего имени Поблагодарить участников Живой газеты За содержательное Поучительное представление Да, товарищи Трудные годы Тлетворного влияния НЭПа Как это хорошо было показано В газете Мы, молодежь Должны сохранять В неприкосновенности Наш революционный дух Но что же мы видим В наших рядах Распространяется пошлость Мещанство Многие носят банты Галстуки Фельдеперсовые чулки К чему эти декорации И как с этим бороться Антон, а чем тебе не нравится галстук? Гену, перестань бусить Слушай, а чем тебе не нравятся В бельдеперсовые чулки, а? А для чего они? Что, чулки? А ты что, не знаешь, для чего чулки? Ну подожди Подожди Чтобы какой-нибудь там Гнилокровный буржуазный выродок Любовался женской Так сказать Изячной ножкой на танцульке Так что ли? Так ты что, вообще против танца? А в ряд танцев доказан Доказан кем? Ну доказан С кем доказан Ну ладно А некоторые продолжают вертеть ногами Разговаривают на вы Извините, пардон Это насквозь прогнивший интеллигент Я сам видел, как один комсомолец Подавал другой комсомолке пальто Ну и что тут такого? А для чего? Чтобы подчеркнуть ее нероноправие? Так что ли? Ведь она же ему пальто не подает? Слушай, а может у них любовь, а? Ну да ладно тебе Тебе дадут слово Выйдешь и скажешь А любовь может быть на основе Общих интересов Общей борьбы И общих идей Вот так-то, Геннадий Там вот Зоя Новикова хочет сказать Зоя Новикова просит слово Пожалуйста, Зоя Новикова Мужчина называется мужчиной Громче Мужчина называется мужчиной Потому что он мужественный А вода называется водой Потому что вы Денисная А чего? Ребят, ну хватит Ну дешевый, а? Дайте сказать человеку Говори, Зоя Мужчина называется мужчиной Потому что он мужественный Ну уже слышали Ну что в этом смешного? Ведь он должен быть мужественным Парень защищает девушку от хулиганов А не девушка парня Если он подаст ей пальто То в этом нет ничего унизительного Простая вежливость А я все-таки хотел бы знать Женщина называется женщиной Потому что она женственная, да? Да, именно А если парень грубит девушке То он хам, ясно? А если она небрежно одета? Она просто неряха И почему обязательно ходить в сапогах? Я предпочитаю туфли Танцевать удобно, да? Комсомол не должен устраняться от танцев Иначе танцами воспользуются чуждые элементы Будут приводят нам всякие факс-троты Чарстоны А что плохого в бальсе? Как овяки Мы их танцевали? Танцуем? И будем танцевать Независимо от того Разрешит нам Антон? Понимаешь ли? Или не разрешит? Можно ли? Я благодарен Антону за то Что он поставил все точки над «и» Чего он хочет? Чего вообще хотят все комсомольцы? Они хотят стандарта Хотят всех подвести под этот стандартный тип А я не хочу Я хочу быть самим собой И буду Кто хочет стандарта? Я не хочу Ребята, вы хотите стандарта? Нет Слышал? Каждый человек должен быть самим собой Ясно? Но плохо, когда человек думает только о своей карьере Благополучии и внешности Прости, я что-то не уловил мысли Ты понимаешь, дело не в том, как ты носишь бант А в том, что бант Стал для тебя культом и заменил тебе все Он забантовался! Я, ну хватит Стать и культом Могут стать и стоптанные сапоги А вообще, ребята, я считаю, что не в том дело В чем ходит комсомолец А в чем? А в том Предан ли он делу революции И все? Нет, не все И готов ли он пожертвовать всем для нее? Я предлагаю запретить участие в танцах У меня другое предложение Какое? Танцы разрешить, кроме Фокстротта и Черлистона Почему это интересно? Фокстротти слишком прижимаются А, ты не прижимайся! Но и Черлистоне не прижимаются! Все равно это кружесный танец И никто не умеет его танцевать по-настоящему Получается не танец, а какое-то гривля Я предлагаю запретить банты, галстуки, фельдеперсовые чулки и духи И одеколон, да? И одеколон тоже А между прочим, одеколон это не роскошь, а гигиена Можно мне? Пожалуйста Нужно принять решительные меры по борьбе с хулиганством Особенно против тех, кто вовлекает в хулиганство малолетних Правильно И таких я предлагаю судить показательным судом Вот так Миша! Поляков! Товарищ Сверидов, здравствуй! Здравствуй, здравствуй, дорогой Что-то ты забывать стал старых друзей А вы знаете, времени нет Я ведь школу заканчиваю Опять же практику проходим одновременно Ага Так что делал? Совсем взрослый стал Выше меня ростом Разрешите Время? Возмужал Да Ты зачем сюда? А сюда я заходил по делу Ребят нужно со двора пристроить Да, кстати, хорошо, что я вас встретил Здравствуйте Здравствуйте Я к вам собирался зайти У меня к вам дело Ну-ну, какое дело, говори Вы знаете, у нас на фабрике в последнее время Где мы проходим практику Творятся очень странные дела Какие дела? Во-первых, вдруг резко увеличился выпуск прокованной продукции Третий сорт или брак Мы пытались с ребятами проверить, но вы сами понимаете Ну да Здесь нужен глаз специалиста Понятно А главный инженер у нас Как его фамилия? Зимин Николай Львович Зимин, Зимин Я его знаю Он давно на фабрике работает Старый спец По-моему, человек честный, порядочный А Ты что, сомневаешься в нем? Как вам сказать? По-моему, или его вводят за нос Или он делает вид, что ничего не замечает Угу Знаешь что? Давай так договоримся, Миша Вы с ребятами займитесь этим делом Присмотритесь Но только осторожно Чтоб не спугнуть макинаторов И не обидеть подозрением людей невиновных И позвонишь мне Хорошо Ну а мы с своей стороны тоже этим делом займемся Ну хорошо Ну будь здоров Я пойду Будь здоров и позвони Позвони обязательно Добро, позвоню Ты зачем пришел? Хочешь погулять соной, да? А деньги-то у тебя есть Ты знаешь, нет денег у меня Нету? Ну что ж, можно просто так В кино сходить В кино? Ну да, в кино очень В кино, пожалуй, можно А на кино-то у тебя хватит Вот на кино у меня хватит Тоже мне кавалер нашелся Ну а чем я не кавалер? Полегавый ты, вот кто понял Не понял Ты лучше мне скажи, как тебя зовут Он привязался тут Да белка я, белка Я у тебя настоящее имя спрашиваю Чего привязался? Белка я, белка, белка Бабушка Как ее зовут? Ой, ну а кто ж ее знает Да как это? Приблудная девчонка Подобрала на вокзале В голод еще Ну вот, с тех пор и живет со мной Так и живем Ой, как крестили, я не знаю А зову просто Аннушкой Анюткой Анюткой А ты, Анютка, почему в школу не ходишь, а? А не хочу и не хожу В колонию отправят Куда? Куда? В колонию Ай, не могу В колонию Что смешного-то? Ничего смешного Да убегу я Правда, бабушка? А ее брали Она убежала Да она откуда хочешь убежит Четверткая Вот из колонии ты убежал А из тюрьмы не убежишь Там четыре стены И решетка на окне А мне и в тюрьме-то неплохо Да? Да А это почему? Почему, почему? Потому что там кормят, вот почему Тебе сколько лет? А не сколько мне лет? 14 лет записано А живете-то вы на что? А что люди добрые дадут На то и живем Да вот белка кормит Спасибо, не обижает Да? А интересно Где ты достаешь? А где надо Там и достаю Попасться можно Пускай могила Меня накажет За то, что я Его люблю Белка Хочешь, я на фабрику тебя устрою? Куда? На фабрику Специальность получу Зарплату, одень Меня могилы Не боюсь Чем сварьем-то водиться Кого люблю И всем повру А ты слушай Что тебе человек говорит? А с директором я договорюсь Договоришься? Платок себе купишь Ботинки Зимой босиком-то не побежишь Сахару поешь Ты решай только недолго А то место уплывет Уплывет Что скажешь? Мама, Мишка Шилла, брюки 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 Мишка, брюки Потерял Ну ладно Надумаешь, скажешь До свидания До свидания Господи, да за что мне такое наказание? Пропил все Вон занавески И тебе пропил Хоть бы ты провалился куда с моей головы Хоть бы тебя пьяного трамвая задавило Господи Ага, цик про меня Трамвая Про мужа Я сейчас тебе такую трамвую задаю Бабь, ну ты что? Бабь, ну ложись спать Господи Бабь Бабь, ну успокойся Не буди Не трожь ее Люди Тебе что? Мне с Виктором нужно поговорить Не вовремя, господи Не вовремя Тебе что надо? Ну о чем нам разговаривать-то? Видел, да? Как сильно отца бросается Тебе что надо? Ну что тебе надо? Ну зачем ты пришел? О чем нам с тобой говорить, а? У нас своих делов полно Понял? Ясно? Ясно Ясно Здорово Здравствуй У Витьки что ли был? У Витьки Помирились? На фабрику хочу его устроить Ой, да это-ка самуля Витьку на фабрику А че? А у Белки что делал? Просто нужно было Слышь, Поляков Ну? Ты в школе учишься? Учусь Хорошо учишься? Неплохо Ну так вот и учись в своей школе А Белку, Витьку не трогай Не разговаривай с ними Мой совет Если ты мне будешь советовать Я тебе Что ты мне? Что ты мне? Что ты мне? Рожу намылю Понял? А ты меня напонял, понял? Не бери Понял Надорвешься Понял? Слышь, Поляков Я и тень не Альфонс Даде Я зря ножичком баловать не буду Понял? Николай Львович Вы не могли бы устроить на фабрику двух подростков? Ребята болтаются во дворе целыми днями Бронь, мой друг Бронь подростков она заполнила Ну я понимаю Девочка, сирота Бежала из колонны Ну ты с фабрики убежи Да не убежи Не убежи Да убежи Я вам гарантирую, не убежи Жалко, пропадет девчонка Рядом Смоленский рынок Проточный переулок Жулики, Варьё Кстати, ваш Андрей с ними хорошо знаком Да, одна компания Андрей? Да Компания? Может, он играет в компании? Это серьёзнее, чем вы думаете Ну я целыми днями на фабрике Так что воспитанием детей жена занимается Стало быть, Андрей и Ко Вот кажется, и к Люде тоже относитесь отрицательно Ну почему? Нет, она взрослый человек и сама за себя отвечает А вам не кажется, что в вашей школе вообще существует Ну как бы это сказать Известное предубеждение к детям из интеллигентных семей? Нет, это не так, я думаю Ой, только, пожалуйста, вы не вступайте в дискуссию Сегодня был трудный день, и я устал А насчёт вашей просьбы я подумаю Впрочем, такие вопросы решает директор Хорошо, я с директором поговорю А я с своей стороны Всего доброго До свидания Николай Львович, вот документы по браку Ну что же вы мне их сейчас-то даёте? Я же домой еду Мы подбирали Я хотел к вам принести Но вижу, что вы идёте домой Вот Ну хорошо, завтра воскресенье Я их посмотрю дома Наиболее популярны сейчас Лес у Мирхольда Принцесса Турандот У Вахтангова Ну и жирафля-жирафля у Таирова Но самое поразительное Это театр Кривой Джимми Я обещаю познакомить вас Со всеми новинками театральной Москвы Спасибо Ну а сегодня, я надеюсь, вы получите удовольствие От просмотра новой фильмы Вход только по пригласительным билетам Принцессу Турандот мы смотрели К счастью, театр Вахтангова рядом На Арбате И только из-за этого мне удалось Вытащить туда мужа А вот Мирхольд Говорят, у него там всё вверх ногами Это не совсем так Он, безусловно, оригинален Но это занятно И своевремя, а современно Возможно Но я воспитана на Станиславском Да, вы правы Вы правы Конечно, главное в искусстве Это человек С его тщаяниями Надеждами Страданиями Человек Это звучит Вот Великая французская актриса Сара Бернард Так стара Что все свои роли Играет не вставая с кресла А публика Рыдает Сара Бернард Сара Бернард Говорят, она обещала приехать в Москву На гастроли Да, вместе с креслом Валентин Валентинович Я понимаю Невозможно будет достать бюллет Ну что Не беспокойтесь Я что-то связято Позабочусь Валентин Валентинович А вы москвич? Сейчас да Но родился я В Орловской губернии Если говорить откровенно Если я не буду вас шокировать Что вы Как это принято сейчас говорить Я из бывших Отец мой был Управляющим Конных заводов У графа Орлова Ах, вот как Ну а сейчас я закодавляю Мануфактуру для наших предприятий Да, Николай Львович Мы опаздываем А где Андрей? Андрюша? Да в дворе, наверное Я же просила его быть дома Позови, Людович Ну, мам Люда, позови Люда, ну? Наш двор Это какой-то ужас Извините Вы помните этого хулигана С финкой Витька по прозвищу Альфонс Доде Витька Так вот, этот Витька Последнее время Я только слышу В нашем доме Витька, Витька Можно подумать Что он член нашей семьи Сейчас мы идем Он всех нас когда-нибудь Прирежет Витька Андрей дружит Не с Витькой А с Леней Панфиловым Шныра Шныра Хорошенькая компания Ну, компания не компания А Шныра всегда Затупается за Андрея А что, разве его Кто-нибудь обижает? Андрей Я просила быть дома Я и так дома Так вот Мы скоро уйдем В девять часов Закроешь дверь И спать Ясно Вы слышали? Из-за границы Пришла печальная весть Макс Линдер Покончил жизнь С самоубийством Боже мой Какой ужас Теперь это модно Но сейчас вы его Увидите на экране Таково чудо Синематографа 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. Да. Я. Иду. Меня вызывает главный инженер. Я просмотрел документы, но там не все. Все? Не все. Все? Не все, не все. Не все. Пожалуйста, вы подготовьте мне все документы, ну, скажем, за последние два месяца. Николай Львович, ей-богу, кого вы проверяете? А я самого себя проверяю. Вот такую возможность вы допускаете? Конечно. Ну вот. Пожалуйста. Только чтобы подобрать документы, нужно время. Ну, дня три-четыре достаточно. Три-четыре? Да. Мне хотелось бы к субботе иметь документы. К субботе. В субботу я уезжаю из загорода, в воскресенье вернусь и вечером посмотрел бы документы. Договорились? Хорошо. Ну и отлично. Так я иду. Да. Идите, идите. Я пошел. Да. Валентин Валентинович. Он требует документы по всем отправкам за последние два месяца. Так дайте. А мне сделайте пять вагонов и оформите брак. Как? Да-да. Пять вагонов. В понедельник Зимин подпишет любой акт. Это я вам гарантирую. Пять вагонов брака это невозможно. Возникнут подозрения, мешается трест. Даже если Зимин подпишет акт, я на это не пойду. Ну, хорошо. Половина браком, половина третьим сортом. Но чтобы во всех пяти вагонах был первый сорт, после этой операции мы с вами расстаемся. Эта операция даст вам возможность еще много-много раз посетить ипподром. А мне купить небольшое шале. Кто? Дачу под Москвой. Понимаете, я люблю природу. Особенно в средней полосе России. А ведь... Здрасте. Здрасте. А ведь Подмосковье-то средняя полоса. Не так ли? Что у тебя? А ну, гони монету! Привет, Непмана! Как сегодня вы, ручка? Какие мы Непманы? Непманы! Да вы типичные Непманы. Вы наживаете состояние. На чем? На путани. Что? Состояние? Ну, ты и даешь. Лично, у меня ни копеечки. У паштета тоже. Ни копеечки? Ни копеечки. Фургону мамка дала на пирожок. На пирожок. Конспираторы. Ну, а в Крым вы как? Собираетесь добираться? Пешком, на поезде или на машине марки Форда? А ведь, чего ты молчишь? А? А кто это такой? Ну, я его не знаю. Я тебя знать не знаю, знать не хочу, потому и молчу. А совет хочешь послушать? Разумно. Хм. Хочешь? Вам главное, ребят, добраться до Джанкуя. Оттуда до моря рукой подать. Это до какого Джанкуя? А это город в Крыму есть. Джанкуя называется. Но ведь нет такого города в Крыму. Есть. Нет. Но ведь нет такого города в Крыму. Есть. Какие города, по-твоему, есть? Какие? Да. Города какие? Да. Севастополь. Есть. Констанция. Чё? Ну, а ещё? Щепетовка. Не помню. Так, Щепетовка я говорил. Стамбулянский. Что? Да нет такого города. Где ты его выкопал? А где надо, там выкопал, тебя не спросил. Хочешь, дам тебе почитать географический атлас? Давай. А? Давай. Да бери ты свой атлас. Только вернуть. Вернём. Давай, ну. Вот вы в Крым собираетесь. А в Москве вы хоть в одном музее были? Не, не были. Не были. А в театре каком-нибудь, в цирке, не были? В театре. На Воробьевых горах не были. Вы живёте в Москве, в центре. Где вы были? Ребята. На кладбище. На кладбище были. Что вы там делали? На каком кладбище? Синичек ловили. На Дорогомиловском кладбище. Вот я и говорю, что вы типичные нэпманы. Деньги зарабатываете на синячках и на бутылках. Прошёл. Ну, а в цирк вы со мной пойдёте? А никто с тобой в цирк не пойдёт. С вами всё ясно, товарищ Стампулянский. Я ребят спрашиваю. Пойдём? Ну, куда ты прёшь, дед? Бутылки сдавай. Ну, чё ты суетишься? Не видишь, дети? Ну, давай свои бутылки, иди отсюда. Слети к нам в девяти вечер. На мирные поля Тебе паяны песню Вечерняя заря Тебе паяны песню Вечерняя заря Тебе паяны песню Тебе паяны песню Тебе паяны песню Тебе паяны песню Вечерняя заря Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но берег и море ничуть не хуже. К тому же вулкан за ту же цену. Как называется? Простите, что? Вулкан. А, вулканэтна вас устроит. Сойдет. Давай. Предупреждаю, яблоки из папье-маше. Внимание. Не шевелитесь. Сейчас отсюда вылетит птичка. А теперь самое важное. Мы сегодня с мамой и с Людой уедем за город. После нашего отъезда из дому никуда не выходи. Договорились? Да. Вот. Почитай немного и в постель. Так. Если звонить кто-нибудь будет, ни под каким видом дверь не открывай. Скажи, нет никого дома. Но спроси, кто. Хорошо? Хорошо. Ну, я надеюсь на тебя. Надеюсь. Ты же не в первый раз дома один остаешься. Конечно. Ну, конечно. А мы вернемся в воскресенье. То есть завтра. Ну, а теперь можешь немножко погулять. Ну. Ну, ступай, сынок. Ну, подожди. 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 Чего? Что новенького? Ну, ничего новенького. А Мишка Поляков зачем к тебе приходил? А не твое дело. Аппа. Пусти. Пусти, слышишь? Ладно уж, иди. Стоп, машина! А ну, иди сюда. Садись. О чем говорили? Кем? С Костей Карликом. Ни о чем мы с ним не говорили. Ну, только не ври мне. Ой, глаза-то твои бесстыжие. Мы же давно с пацанами здесь сидим. Все видели? Ну, о чем говорил? Не ври. Мы же видели, как витамске стояло. Вот пристал, понимаешь. Ведь Костя Карлик нашим деньги подбирает. А я-то ты чего? А кто ему сказал, что мы на Крым собираем? А? Кто же я, что ли? Ты сказала. Да не говорила я ничего. Не говорила. Вот Христом Богом. Если еще раз. Я тебя с Костей Карликом увижу. Ну и что? И никакой Христос тебе не поможет. Не поможет. Завтра все. Едем на Драгомиловское кладбище. Помирать, что ли? Все ничек ловить. Я не могу. Почему это ты не можешь? Мои в субботу уезжают в загород. Меня решили оставить дома. Когда уезжают? В субботу. Прекрасный летний вечер, а? Прекрасный летний вечер. Прекрасный летний вечер. Прекрасный летний вечер. Продолжение следует... 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 Вот я вам не нравлюся, Вив. И все делаю для того, чтобы понравиться вам еще меньше. Такой дурацкий характер. А вот, кстати, почему я вам не нравлюсь, а? Ну вот скажите, почему? Ну какая вам разница? Вот мне, например, совершенно безразлично, нравлюсь я вам или нет. Да, ну значит, вы не хотите считаться с мнением других людей? Ну считаться с мнением других, это вовсе не значит всем нравиться. Ну правильно, но тем не менее я вам не нравлюсь. Скажите, почему? Кое-что вас мне не нравится. Вот вы, например, получили вагон мануфактуры. Опять 25. Эх. Зимин велел этот вагон задержать, а его, наоборот, спешно отправили вне очереди. А когда Зимин пришел, ему сказали, что не успели задержать. Кто это сказал? Завскладом, Панфилов. Ну я тут при чем? Все это проделали без вашего ведома. Ведь я был при этом и видел, как вы торопили рабочих и давали им наводку. Ах, Миша, Миша. И по таким вещам вы стоите о людях. О, нам скоро выходить. Да, вы правы. Все это сделано с моего ведома. Но посудите сами. Я с великим трудом добыл мату, эээ, мануфактуру, обил десятки порогов, вырвал десятки резолюций. Наконец, товар мне доставлен. Я его оплатил, сообщил в Тифлис, достал железнодорожный вагон. И вдруг кто-то приказывает этот вагон задержать. По-видимому, для того, чтобы отдать его кому-нибудь другому. А я что ж, должен ждать месяц, два? Какой же я после этого снабженец? Так, лопух, дурак и бездарность. Граждане, трава идет в парк. Ну, восстановите, мы и выйдем. Вот вы, будущий хозяйственник, будущий экономист. Вот представьте себе, вы директор швейной фабрики. Вы ждете вагон мануфактуры. Без этого ваша фабрика не может работать. А ваш... А ваш уполномоченный, ваш уполномоченный, Тюфяк Чурбан, проворонил этот вагон. И ваша фабрика должна остановиться. Будете выдержать такого уполномоченного? Вот тот. Ну, хорошо. Вы защищали интересы своего предприятия. А Красавцев? Что Красавцев? Взятки я ему никакой не давал. Просто он не хотел волокит. Партия готова, оформлена, упакована. Задержка вызвала бы простой вагон. Ну, допустим, я абстрактно кому-то что-то дал. Пятерку, там, десятку, допустим. Но ведь дело это не для себя, для государственного предприятия. Я же не участник. Ну, что же вы замолчали? Да видите ли, дело здесь не в деньгах. Это вопрос не денежный, а нравственный. Мелочь. Маленькое преступление. Но ведь оно открывает путь к большому. У меня остался неприятный осадок. Ощущение некрасивой сделки. И вы были ее участником. Да. С такими принципами вам будет трудно жить. Вы голубой герой. Вы слышали? Стреляли. Из Пугача. Нет, это не Пугач. По-моему, в том подъезде. Да, ну-ка. Пугача. По-моему, в том подъезде. По-моему. До eerste. По-моему, в том подъезде. Пугача. Ну-ка. По-моему, в том подъезде. Пугач. С ape és success. Пугача. Подъезде. По-дlles необходимо. Кого вы ищете? Вам что-нибудь нужно? Да, срочно. Врача и милиционера. Сейчас позвоню. Впрочем, врач уже не к успеху. Впрочем, врач уже не к успеху. Впрочем, врач уже не к успеху. Никого? Есть там кто-нибудь? Ты что здесь делаешь? Сплю. Ну-ка, приподнимись. Оружие где? Чё? Оружие. Какое оружие? Подними руки. Нет у меня никакого оружия. Кто здесь ещё есть? Где здесь? Здесь. Никого здесь нет. Только что туда-сюда вбежал. Ты не видел? А? Нет, не видел. Может, слышал? Не слышал. Странно. Странно. Деньги чьи? Мои. А портфель? Чего? Портфель чьи. А я откуда знаю? Где взял портфель? Не знаю. Ну, как ты не знаешь? Так не видел я этого портфеля. Пошли. Пошли, пошли. Звучит. Яbnюйц helped. Ваши пос無уд, мне distant не playable. Всё, вы знаете. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...